всем привет 27 января декабря еще пока 20 года 4 дня осталось 5 этого сумасшедшего скажем так года и все настанет 21 но не думаю что он что будет намного менее сумасшедшие но во всяком случае будет невисокосный чем мы на стоянке время пол 11 воскресенье 27 надо выезжать сейчас вам покажу масштабы трагедии варишь у нас тут делается вот это все сейчас надо привести довести до ума создать уют это все просто притащил покидал но это талант самое главное вот это подарки от любимой дочи открыточка с поздравлением подарочек и свечка которая будет у папы стоять на новый год на его скромном праздничном столе который приготовила мама где-то здесь или там сейчас это все на доводить кошмар сами все видите я думаю минут за тридцать мы это дело разгребем и будем двигаться надо ехать сейчас там красной горке колейки на ждут наверное будем ехать мониторить может уйдем на витебск на лиозно посмотрим не знаю ближе туда корж и будет смотреть поэтому часу чутка кабина протопилась автономку запустил короче наводим красоту и чего ноги в руки и поехали в экзотической экстремальный новогодний тур в город кагалым поедем новогод встречать где мы будем встречать не знаю еще пока все будет зависит от растаможки туда-сюда еще кое-какие планы но сам факт что будем встречать вот в этом вот кабинете первый раз своей жизни коллега на мое место станет прицелет какой снег сначала был укатали потом дождь и все сейчас возможно вот этот коллега будет тоже пусовать нет нас в любом месте можешь стать и все здесь хорошо здесь песочек есть тут без проблем подсыпать можно души и джинси вот ворота нами перед нами всем всем открывается вперед братцы как-то ну как всегда на душе тяжко тем более все это делать перед новым годом происходит понятно что смотреть вы будете все после нового года но в данный момент все это происходит перед новым годом что сделаешь работу нас такая говорила мама учись а сынок все биби и компьютер и конструктор вот пожалуйста власть мечта идиота со мной связывался хозяин груза заказчик пламенный вам сергей оказывается наш тоже как подписчик не знаю то что поглядывает иногда планы узнал я завтра 28 на растаможку он мне сказал что растамаживают максимум этот день что также не может не радоваться ну и я говорю выгрузка по планам 4 января у нас все отлично температурные показатели посмотрел там в коголыми уже это потеплеет к тому времени там что-то в районе 30 ником будет так не страшно уже за кик это фигня под полтос уже так слегка стрел на 30 это нормальная температура рабочая зимой сибири на север это как у нас тут час 0 вот короче нам как вам как валим пока сторону красной горки по дороге рация включена ближе туда будем спрашивать ситуацию какая у нас на самой границе что там с колейкой и тогда уже будем решать решать дальше что будем делать я я и и и и и и и На мир смотрю я твоими глазами В кабине через стекло лобовое Готова ждать я тебя годами Пусть испытание это большое Свой телефон на заставку фото И ты со мной ежечасно повсюду Смирилась я с твоей странной работой Любить ее, как ты любишь, буду Я хочу быть всегда с тобой Дальнобойщик, любимый мой Лишь на рейс я тебя отпускаю Но ты же знаешь, как я скучаю Я хочу быть только с тобой Я люблю тебя, милый мой И быть верной тебе навек Обещаю Твоей напарницей в рейсе станет Моя душа за тебя ей тревожна Она тебя охранять не устанет Ты ей позволишь быть рядом, можно А я останусь одна в квартире Твой день отъезда для меня самый худший И буду ждать появления в эфире И слушать голос твой самый лучший Я хочу быть всегда с тобой Дальнобойщик, любимый мой Лишь на рейс я тебя отпускаю Но ты же знаешь, как я скучаю Я хочу быть только с тобой Я люблю тебя, милый мой И быть верной тебе навек Обещаю Обещаю Ты совмещаешь обед и ужин Бывает спишь меньше трех часов в сутки Ты береги себя, ты мне так нужен И я считаю до встречи минутки Ты привезешь мне магнитик в подарок И я коллекцию странствий пополню Мы рядом ляжем, как свет луны ярок И я твои все желания исполню Я хочу быть всегда с тобой Дальнобойщик, любимый мой Лишь на рейс я тебя отпускаю Но ты же знаешь, как я скучаю Я хочу быть только с тобой Я люблю тебя, милый мой И быть верной тебе навек Обещаю 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 Я люблю тебя, милый мой Я люблю тебя, милый мой Сейчас мы посмотрим Вон М1 впереди Подъезжаем к ней Что там у нас в сторону Москвы Мне почему-то кажется, что там будет колейка И колейка жесткая Большая Завтра только 28-е Многие на Москву иду с расчетом 28-го Там 29-го, 30-го Растаможится разгрузиться И, соответственно, вернуться домой Не знаю, сейчас посмотрим Это не грозит моим бывшим коллегам Которые в достыке там бедолаги Уже месяц, как я сегодня узнал Не сегодня, пару дней назад Напарнику написал Бывшему месяц уже живу здесь С ума сойти И вот парни влипли С этим достыком Когда-то китайцы границу откроют Вопрос Ну что, пошли смотреть? Это мы, получается, к границе Приедем где-то в 2 начала 3-го В полтретьего где-то Дня Не-не-не Вон я уже отсюда вижу Свои сплошной караван валят Вон Вот только в моем Обозрении 4 грузовика Посмотрим Тут уже без вариантов Думал поехать вот туда На Могилев, на Панятовку Ну, посчитали 180 км в круг получается Ну, понаговато Тем более нам надо по-любому В этот Туда под Смоленск Господи, выскочила с головы Нам там заправляться На петроли На петроли Поэтому без вариантов Нам все равно нужно будет на М1 возвращаться 180 км Если уйти через Витебск С Минска Что с Минска идти через Витебск Что здесь по М1 Потом, если в Урши уйти через Витебск Разница плюс 100 км Единственное, что там Если напрямую на Витебск Там по бесплатке Ну, чего решили ехать здесь Все-таки там Ближе к границе Поспрашивать Кто его знает Что там делается А может там Сегодня в усиленном режиме Все работают Там пропускная способность Может ее нет, колейки Но чудеса случаются Правильно Тем более Новый год скоро Конечно, сильно сомневаюсь в этом Но об этом скоро узнаем Может сами кто скажет А нет Ближе к Коршанскому перекрестку Будем спрашивать А пока что За бортом ноль Едем в морозы Вроде одежды цоплой набрал Курт к восстенью дому оставил На нам не нужна Погнали Работать На Новый год Пока я бы не сказал Что идет такой Жестокий поток Туда в ту сторону Вот пару Р-групп обогнал Вот бывших коллега Туда в прямом Тоже хвата шлюпы Вот в него уперся Я 84 Он еще медленнее едет Ну и меня, наверное, Может одна машинка Обогнал или три Так вот, по-моему, Навстречу идет больше машин Чем Так как уперся Теперь 89 Обогнать не могу Вот Посмотрим По рации ничего Обычно рация Если там коллега большая Я еще с Минска не успел выехать Все уже по рации Все давно-давно рассказали Сколько коллега Сейчас посмотрим Я не знаю такого Кто-то молодой Спасибо Вот Вот Поэтому когда там большая То обычно уже тут все едут Всем же хочется осчастливить Что там пацаны там Но еще рано Мы такой Круппы Недавно прошли Еще 126 километров До границы Еще час До Аршанского ехать Вот Там ближе туда Поинтересуемся Если там какая-то От белорусских Там От белорусской Это и От Лукоэла Там еще Чего-нибудь Ну То есть В принципе Это не страшно Там Два Час Два Даже Три Не проблема У меня У нас таможня С вами В этом Вот Можайском Здесь все по М1 То есть Еще страшно Можно и потолкаться Ехать лишние круги Рисовать Тоже как бы Вариант небольшой Если колейка сюда Когда-нибудь От фортуны Там Или от пьяного кучера От этих кафешек То да-да Конечно Лучше поехать Объехать А если колейка там То Ничего страшного Пока Не знаю Хотя Каменный лох Тоже ехал Вообще машин не было Попутно Она приехала Там Мам Не горюй Посмотрим Через часик Выясним Все конкретно Что смотрите Первый класс опасности Повез Спросим Гродно Это вот что там Петарды везешь Или что там Такое Первый класс опасности Да-да-да Фейерверки Специально надо Дополк К ним Ну разрешение С гражданой Болосой Добрый целый машин Я понял Ты же тоже специально Учился Обычно Дополк не разрешает Их возить Не У меня Первый класс У меня Все кроме Седьмого На фестерне Первые Даже есть Понял Понял Все кроме радиации Ясно Давай счастливо Давай Будь здоров Фейерверки Поволок Везем На Москву Мало Что Первый Так еще Немного Блядь Вашли 25 Тон На Хороший Фейерверк Сейчас Второй Будет Обгонять У него Один И три У меня 24 Откуда Удачиться Гнадь Каспорта Переставиться Растамаживались С полным Засмотром Понятно Что С полным Естественно Нет Несвежок Несвежок Нет Стой Грус Даем Похуй У них Ни разрешения На это Нету На таможде Нихуя Все равно Москва Москва Ну да Выгружали Конечно Валом 1600 Коробок 1650 Восемь Что Выгрузили За Смену Получается Выгружает Пересчитывает Выгружает Я понял В Москву Тащите Да 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 Москва От Москва Я Друзово Ясно Короче Курить Возле вас Опас Не Рекомендуется Ну да Они там Упакованы Я думаю Зайна Упаковка Защитой На Писано На Горов Само Собой Что Так Просто Валяться Ну да Да Конечно Ну Только Бескалейки Мы Едем На Украину Наверное На Брест Здесь Че Сейчас Здесь Нужно Бескалейки Если Есть Не Мы Вообще На Брас Стояли И Кузницы Стоим За Пизды На Хрена С первым Классом Ничего Си Так И на Обочине Ночевать Нельзя Будет Подсос Мы Заезжаем Немного Не Получается Ночуем Потом Прочим Все Выпускают А Тут Хуя Зна Я На Обочине Ночевал На Брас Пискалом В Переха Было В Два Ряда Стояли Вы Прикрыли Меня И Пусть Понятно Ну давайте Удачи вам Давай В Москва К вам едут Фейерверки Заходи Коллега Первый Класс Опасности Что там Красной Горьки С коллегой Творится Я В Шесть часов Утра Заходил На Беларусь Коллеги Не Было А потом Спал Не Знаю Что Что Делается Там Нет Ребята Никого Наверное Там Пять машин Стоит Наверное Пару Машин Принято Спасибо У вас Транспор Крутились Ближе К Карапартов Развязки Так Тоже А Известно Толочинской Обычная Где-то Белнефтехимовская Заправка Там Гайцы Стояли Спасибо С наступающим Удачи Вы Сами Все Слышны Коллеги Та Нет Оказывается Вот Вам Воскресенье Чудеса Значит Едем На Красное Без Проблем И это Хорошо Это Не может Не радовать Если бы знал Что ее нет Можно было Позже Уезжать Не обманул Не обманул Коллега Не обманул Не пошутил Вот Вот уже Белоруссия Кренце Когда-то Была Что тут Как Кто тут Кто тут Есть Кто дежурит Кто не спит За Какой тут Спать Время Два Часа Дня Редко Редко Давно Уже По светлому Я ее Не пересекал Особенно В том Направлении На Россию Стоп Ага Шас А М39 61.1 Стоп Остановись На Парховке Но Это Не надо Как будто На парковку Завели Интересно Все По нашу Душу Идет Я просто На эту Сторону Вышел Подежурить А Ну да С этой стороны Жертву Будет Выскать Посматриваться Вот С белорусской Сторон Нету Никаких Ни Томоженики Бывают Наезжают Ни пограничников Никого Вот Транспортники Одни Тут что-то Тусуются Ну это В основном Грузовики То есть К нам Въезд К нам Никаких Вопросов Со стороны России Никаких Ограничений На въезд Беларуса Ни для кого Нет Россияне Не могут Ехать Потому что Там дальше Российские Погранцы Будут стоять Вот они Не пускают Запрещен Выезд Из территории России Ну и соответственно Въезд Гражданам Беларусы Вот сейчас В Россию Запрещено То же самое Будут нас Проверять Не будут Сейчас посмотрим Как приятно Ехать Когда нет Колейки Как мало Нужно Человеку Для счастья Чтобы не было Колейки Это уже Наверное Какие-то Пересадки Туда Сюда Вот погранцы Российские ФСБ Перепроложить Готовьтесь Через 300 метров Двигаться Прямо А, о Мы в России Здрасте Вообще Логично Предположить Что у нас Наверное Даже По идее Не должны Даже Остановить Сейчас посмотрим Номера Российские Охают Езжайте Бугайцы И местные Ох И смотрите Какая красота Тут блин Не каждый Вторник В среду Так бывает Что в воскресенье Вот такая Вот была Прелесть Впереди Вы видите Я в шоке В хорошем смысле Этого слова Обалдеть Огонь Просто огонь Нет Никто Вообще Никто От слова Совсем Так Мистер Платон Сказал Что я готов Работать Забирать Ваши Деньги И Которые И Честь Нажа Работали Воскресенье Красная Горка Ну Это что-то Непредсказуемо Непередаваемое Вообще Никого Даже Здесь Никого Что там Там уже Никто Надо Что-то Смотреть В прошлый раз Он как-то И пробивал Что-то В телефоне Что-то Делал Может И сейчас Так же Сейчас Посмотрим Непередаваемое 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 Вот так Видите Все Это Дело Происходит Все Доведено До Автоматизма До свидания Все Едем Спокойно Свободно Эти пробили Посмотрели Вот Кого-то На уазике Разворачивают Не выпускают Вот мы И в России Опять Сейчас Как всегда Симочку Поставим Когда Что-то На лукойл Не буду Съезжать Вот здесь Сейчас Стану Сим-карту То Все Пятое Десятое И все И дальше Покатим Горь Заехали Ускука Снег По Общинам Лежит Что у нас Перед границей Я столько Не видел На Беларуси Начинаем Остановки Здесь Что мы Здесь Мы возьмем Омыватель Возьмем Сразу Упаковку Какие Еще У нас Будут Обстановки А и на родник Заедем Водички Наберем Дольем Так-то Вроде Больше Ничего Не надо Но потом Там Покушать Сует Тоже Нужно Заехать Там Это Дальше По ходу Дела Сейчас Сразу Упаковку Возьмем Хотя Там Дальше Мороза Морозы Возьмем Возьмем Сразу Упаковку Да И Все Пригодится Омыватель Бан Тоже Решил Заехать Купить Там Такой Бан Как я Скорее всего Коллега С Украины За рулем Или Наш Беларусь Но На Рот Рамцах Там Очень Много С Украины Есть Сдача Не Получится Да Да Давай Упаковка Сразу Благодарствую С наступающим Взаимно Сейчас остановлюсь Когда с машины Буду Вылазить Полетник Засуну Ее Эту Воду Сейчас Не хочется Влазить Просто Поднородник Заедем Водички Дольем До Полных Берегов Все Там Дальше К тем Морозу Начнутся Там Жен Отмывайте Толп От него Не будет Никакого Сейчас В любом случае До Москвы Сами Видите Все Мокро Грязно Все Стекло Будет Постоянно Грязное А Еще Заправиться Нам Надо Заехать Вот На Петрол Заедем Заправимся От Блю Зальем Сока Отблю Заливать Наверное Полные Полные Канистры Все Посоливаю Что Делать Кто Его Знает А вдруг Мы Потом Дальше Севера Дальше На Восток Пойдем Придется Правда Их Размораживать Они Замерзают Потом Отблю Тану Че Будем На ночь Оставлять Вот В кабинет Они Тогда Будут Оттаивать Куда Денешься По Другому Никак В В общем Дело У нас Еще Сначала Получается Сначала Сейчас Заправимся Вода Потом После Заправки У меня Бачок Можно Стать Воду Полный 85% Я Даже Сюда И Заливать Не буду Сколько Канистр Достану Столько И Закажу Две Канистры Еще Есть Полные Наверное Еще Канистр Десять Залью Таможенник В этот раз Не спрашивал Затклю Я чисто Приоткрыл И все И вот Там Другие Вещи Зарисовали У меня Спальники Ну что Сказали 27 Держит Нормально Как раз Полные Баки Мы в любом Случае Дотуда Сожгем До Уже До Урала До Сибири До Северов Короче Заливаем Полные Под завязку А мы Сейчас Сюда Еще Рано Вот Шеф Еще Антигель Сказал Привезет Зальем Все Будет Хорошо Я думаю Потом Вот туда Поедем Все Канистры От Блю Зальем Наш Дальнейший Маршрут Все равно Неизвестен Куда Мы Поедем Куда Заплатят Туда И поедем Куда Особо Не до Жиру Быть бы Живу На Празднике По резине Вроде Все Хорошо Так Что Помпуемся Потом Обедать Поедем Что Интернет Пропал Не знаю Мегавон Было Было И раптом Сникло Вообще Нет Может Паяет Сейчас Подождем Пока Зальемся Пока Полные Баки Наверное На 200 Наверное Где-то Войдет Чуть Меньше А то На 150 Скажу Потом Ох Хотел На родник Заехать Воды Набрать А тут Уже Все Разворотили Все Родник Вапсайде Ладно Бог с ним Это самое Пока Все Канистры Позаправлял Тон Фактически Которая Лежит В Рундуке Здесь Сейчас Может Сует Заедем Может Там Наберем Там По-моему Есть Вода Дадут Не Дадут Дальше Где-нибудь Без воды Не Останемся Вот Ну и Наверное Сует Еще Осталось Себя Заправить Тоже Кушать Охота Уже В речь У меня 5 часов Завтрак Был В 9 Утрах Пора Уже Пора Наверное Сует Поеду Что-то Лень Какая-то Мне Никакого Желания Нет Самовара Кухню Разводить Поеду Сует Поем Завтра Все равно Туда Заезжать Надо Горелку Парню Купить На Баллон Этот На Польский Просили Там В Казани Передать Им Потом Заодно Там Уже Пообеда Ужинаем Так Сказать Ну а Че Ехать Осталось 10-70 Километров До Таможни Ну и Часам К 9-10 На Таможню Присунемся Нормально Вот Такая Обычная Горелка Для Балуна Польского Почти рубль Стоит 980 Рублей Куда-то Надо Положить Чтобы Она Звенила О Будем Спать Ложиться Мы Уберем Был Вообще В ящик Положить Что-то Я не Подумал Ладно Я Потом Уберу Все У этого Мы По Убеда Ужинали Можно Двигать Ищи Маша Ищи Что ты Потерян У тебя Сигнал GPS 219 Километров На 3 Часа 18 27 9 Начало 10 Должны Прибыть Здесь Конечно Стоянка Особенно С той Стороны Я Не Знаю Тысяча Машин Зайдет Постоянно Куча Людей Магазины Тут Все Что Хотите А Начиналось Все Когда Вот Это Маленькое Столовое Которую Сейчас Уходил 220 222 Магазин 222 Открылись Магнито Не было Раньше Сейчас 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 Магнит Есть Все Любой каприз За ваши деньги Полный сервис Наверное Самая Крутая На этой Трассе Вот на М1 От границы До Москвы Где Есть Все И постричься И помыться И т.д. и т.п. Нормальное Такое место Америка Дровосек Понес Ну и мы поехали Понестись Ты конечно Нет Так Не спеша Потихонечку Сейчас Они все Тут Мегалки Повключали Я уже Нужно Что-то Случилось Правый Включил Слева Включил А это У нас Такая За красный Свет Всего Загорелся Думал Это авария Прямо Перед нами Произошла Ну мы почти Приехали По идее Вот Машка Уводит Тут здесь Налево Но нам Сюда Налево Не надо Она ведет Через город Уможайск Нам Проехать Надо Немножко Дальше Мы свернем Там Налево Там Есть Левый Поворот Она Считает Что Его Там Нет Потому Что Его Там Раньше Не было Сейчас Там Есть Левый Поворот Мы Буквально Поворачиваем Через Километр С правой Стороны Наша Таможня Плавали Знаем Мы Там Оливки Растомаживаем onun Дальше 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 все нас так коварно обошли на перекрестке нет не обидели сзади все равно никого нет конечно с этим отбойником узковатенько стало на митке раньше было пошире когда не было тройника мы там все равно на повороте никому мешать не будем там стрелка все по фэншую должно быть смотрите машины выходят суме как сработает она тоже и в субботу работала и воскресенье работала машины вот выходят с таможня я соврал километр 2 все равно рядом все его не так давно сделали может я не знаю сколько лет назад точно знаю что раньше его здесь налево не было к тому же уже что раз десять был на все свое время участие как я помню документы принимают круглосуточно мы сейчас приедем пол десятого вообще отлично приедем сдадимся и можно будет на спальник помять его до утра вон светится готовьтесь к правому повороту через 800 метров как скажешь маша джан как скажешь вот и наш таможенный терминал а с выхо западные ворота все верно или ворота не помню тут надо идти регистрироваться не надо по-моему надо с этой стороны вот а то есть вот так вот Да, вот так есть в левом твердом. Я понял, понял. То есть я первый там получаю? Да, ровно снад неё. Хорошо. А то потом так в крит идёт. Понятно, понятно, добро. Ну, короче, за ними просто не видно. Ну, я понял, понял. Я бы складал проход, пошёл к нам. Мы первые будем возле склада. Хорошо снежку подсыпало. Говорю, чтоб мы сейчас тут первые и не прилипли где-нибудь. Тут вроде не очень сильно рыхло. Нормально. Выровняем. Выровняем и идём сдавать. Да, тут всё. Документы круглосуточно принимают. Нормально. Ну что, часть работы сделали. Остаётся растаможиться завтра. Всё. Ещё, наверное, нужно дать назад. На следующем повороте поверните направление. Сигнал GPS. Что-то я не понял у него. Прицеп турецкий. Тягач брянский. Вообще прикол. Такого я ещё не видел. Прицеп турецкий, тягач брянский. Закрываем точку. Всё. Так, где у нас Россия. И пошли сдавать документы. Всё смотрим. different снежная движения Так, где я смотрю у него? Всё смотрим. По кружке расстрелим трёх queue до 1-0. В районе 7-2 Субтитры подогнал «Симон»